Я не думаю, что кто-нибудь, кому знакомо имя Алана Кваттермейна, мог бы связать его в своем представлении с какими-либо цветами, особенно с орхидеями. Тем не менее, мне однажды суждено было принять участие в поисках орхидеи столь исключительного характера, что при описании их мне не следует опускать подробностей. По крайней мере, я подробно опишу эти поиски, и если кто-либо впоследствии захочет издать мои записки, он может свободно сделать это. Это было в том году... Впрочем, к чему нам знать, в каком именно году это было? Это было очень давно, когда я еще сравнительно не старым человеком участвовал в охотничьей экспедиции к северу от реки Лимпопо, граничащей с Трансвалем. Моим компаньоном был один джентльмен по имени Чарльз Скруп. В Дурбан он приехал из Англии с целью поохотиться. По крайней мере, это было одной из причин его приезда. Другой причиной была одна леди, которую я буду называть мисс Маргарет Маннерс, хотя это не настоящее ее имя. Кажется, они были помолвлены и действительно любили друг друга. Но, к несчастью, они сильно повздорили из-за другого джентльмена, с которым мисс Маннерс протанцевала на охотничьем балу в Эссексе, где они жили четыре танца подряд, включая два, обещанные ее раньше своему жениху. Эссекс, графство на юго-западе Англии. Во время последовавших за этим объяснений, мистер Скруп заявил, что он не может перенести такого отношения к себе со стороны своей невесты. Мисс Маннерс ответила, что она не желает, чтобы ей указывали, как надо себя вести. Она сама себе госпожа и намерена всегда оставаться таковой. Мистер Скруп воскликнул, что она может оставаться сама себе госпожой лишь постольку, поскольку это не касается его. Мисс Маннерс ответила, что после этого она больше не желает с ним встречаться. Тогда мистер Скруп решительно сказал, что она никогда не увидит его больше и что он уезжает в Африку. Более того, он на следующий же день покинул свой дом в Эссексе, не оставив никому своего адреса. Как оказалось впоследствии, если бы он подождал прихода почты, то получил бы письмо, которое могло бы изменить его планы. Но он и его невеста были горячими молодыми людьми, способными наделать массу глупостей. Итак, Чарльз Скруп приехал в Дурбан, который был тогда порядочным захолустьем. Мы встретились с ним в баре королевского отеля. «Если вы хотите охотиться на крупных зверей, — говорил кто-то, кто именно, я не помню, — то только один человек может показать вам, как это делается. Это охотник Кватермейн, лучший стрелок во всей Африке, и при том превосходнейший человек. Я сидел, покуривая свою трубку, и делал вид, что ничего не слышу. Неловко слушать, когда тебя хвалят. А я и без того весьма... Субтитры создавал DimaTorzok